Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу вспомнить историю родного края, рассказать об изданиях, посвященных Алексину, о ночной создании Алексин, времена, земля, люди. Книга связана с нашим славным городом, то вы без труда надежде нужную информацию. Здесь также большое количество статистических сведений, таблиц и данных различных. Очень удобная книга и очень информативная. Вы сами можете в этом убедиться, потому что здесь сведения представлены из архива Минобороны, из Центрального архива Тульской области, не только Тульской области. Очень много отсылок к различным документам и вообще издание, конечно, на 5 с лишним баллов, скажем так. А вот эта книжка все об Алексине, с древнейших времен и до наших дней. Некоторые, конечно, могут сказать, что они во многом похожи, но я так не считаю. Здесь вы можете найти в этой книге статьи, посвященные Алексину, воспоминания интересных людей, которые так или иначе связаны с нашим прекрасным городом. Также фотографии, например, начала 20 века здесь тоже присутствуют. Эта книга хороша как, например, подарок. Если у вас кто-то увлекается историей родного края, то от такого подарка, я думаю, отказаться будет ему трудно. А, кстати говоря, насколько я знаю, готовится новое издание «Кривейческое» за авторством Сергея Павловича Егорышкина. Так что, Сергей Павлович, если вы вдруг смотрите это видео, мы с нетерпением ждем вашего нового труда в фондах нашей библиотеки. Так что настоятельно рекомендую ознакомиться с этими книгами, если вы сейчас не знакомы. И еще об одном авторе хотелось бы поговорить. Он не так широко известен, возможно, как господин Горюшкин. Сергей Бодров. В некотором роде это продолжатель писательской династии, потому что его отец также выпускал краеведческую литературу. Вообще это не только исследователь, но и писатель в том плане, что он излагал свои мысли в формате очерков. Очерки очень интересные, признаюсь вам честно. Написаны живым, непосредственным языком, иногда очень эмоциональным. У автора свое видение относительно многих краеведческих вопросов, но тема интереснее. Всегда можно и нужно в вопросах истории и трактовке тех или иных фактов прибегать к полемике. Поэтому и с этой точки зрения, с точки зрения господина Бодрова, я думаю, многим будет интересно ознакомиться. А также вашему вниманию хотелось бы предложить такую интересную книгу, как «Памятники природы Тульской области». Почему я остановил на ней свой выбор? Во-первых, шикарные издания с большим количеством интересных и красивых фотографий. Дело в том, что из-за всех известных нам ограничений, скорее всего, этим летом, в период отпусков, вряд ли мы с вами окажемся где-то за пределами родины. А вот как раз-таки это поможет нам с вами, книжка, понять, что у нас множество красот и интересных мест, как, например, тот же самый Велегорский заповедник. Ну и, кстати сказать, книжка эта начинается с хорошо известного нам с вами всем Олега Симбора. Так что и она с вами есть. Интересная статья. Книжка очень красочная. Издание просто глаз не оторвать. Приятное во всех отношениях. Так что, пожалуйста, если вдруг вы захотите отдохнуть в Тульской области, этот внушительный фолиант очень вам пригодится. А мы вернемся в родные пенаты Валексин. Как я уже говорил, Сергей Бодров имеет свою точку зрения на многие вопросы истории. И я хотел бы вам прочитать небольшой очерк Сильды Первой Петровской школы. Католический костел, Старая почта. Многие петровщане не раз слышали эти названия. Таинственные, загадочные. А это одно и то же здание. Точнее, бревенчатый домик в самом конце теперешней улицы Металлистов. 1915 год. Сентябрь. Идет Первая мировая война. Из Патриги в крохотное сельцо Петровского эвакуирована артиллерическая мастерская. Большинство ее персонала составляли католики. Выходцы из Латвии, Литвы, Эстонии. Один из бревенчатых домишек в конце теперешней улицы Металлистов они переоборудовали в католический костел. Правда, пришлось переделать крышу. Она стала необычной, вычурной, высокой-превысокой. Ибо под ней разместилась колокольня и кладовка для богослужебной утвари. Как бы второй этаж. А сверху эту крышу вывенчал деревянный крест. Простенький. Из двух перекладин. При костеле сразу же стала работать церкованная приходская школа трехлетка. Где преподавала учительница латышка, изъявшаяся с сильным прибалтийским акцентом. Но дело свое она знала отменно. Знания давала хорошие. У нее занималось два десятка офицерских детей. Так, в древнем сестере Петровской появилось первое учебное заведение, куда стекалась местная ребятня. С шумом и гамом, с разговорами на непонятных языках. После Октябрьской революции персонал артиллерийской мастерской стал разъезжаться. Вскоре закрылся и костел, а с ним и школа трехлетка. О ней сегодня мало кто помнит. Но она все-таки была. И посеял в сознании петровчан очень доброе семя. Страстную тягу к знаниям. Отчего сразу же звучали голоса «Хотим школу свою, русскую». Эту инициативу горячо поддержал заводской профсоюзный комитет. О помещении речь не шла, ибо вполне гладилось и старое, пустовавший костел. Там сделали небольшой ремонт, а заодно изменили внешний вид здания, сняв с крыши крест и утратив входа красный флаг. Шли годы. Школу перевели в другое здание, а в бывшем католическом костеле обосновалась местная почта. Весьма интересный отчерк. И, если честно, когда я знакомился с этими небольшими брошюрками, книжками, задался такой идеей познакомиться с автором лично. Я приложу к этому все усилия. Так что, если вдруг кто-то из знакомых Сергея Бодрова это смотрит, пожалуйста, передайте ему, что мы тоже будем рады видеть его в библиотеке. Как и всех вас, дорогие читатели, благодарю вас за внимание и всего доброго, и берегите себя. Здание, конечно, на 5 с лишним баллов, скажем так. А вот эта книжка все об Олексине, с древнейших времен и до наших дней. Некоторые, конечно, могут сказать, что они во многом похожи, но я так не считаю. Здесь вы можете найти в этой книге статьи, посвященные Олексину, воспоминания известных людей, которые так или иначе связаны с нашим прекрасным городом. Также фотографии, например, начало 20 века здесь тоже присутствуют. Эта книга хороша как, например, подарок. Если вас кто-то увлекается историей родного края, то от такого подарка, я думаю, отказаться будет ему трудно. А, кстати говоря, насколько я знаю, готовится новое издание «Кривейческое» за авторством Сергея Павловича Горочкина. Так что, Сергей Павлович, если вы вдруг смотрите это видео, мы с нетерпением ждем вашего нового труда в фондах нашей библиотеки. Так что, настоятельно рекомендую ознакомиться с этими книгами, если вы еще с ними не знакомы. И еще об одном авторе хотелось бы поговорить, он не так широко известен, возможно, как господин Горочкин, Сергей Бодров. В некотором роде это продолжатель писательской династии, потому что его отец также выпускал краеведческую литературу. Вообще, это не только исследователь, но и писатель в том плане, что он излагал свои мысли в формате очерков. Очерки очень интересные, признаюсь вам честно. Написаны живым, непосредственным языком, иногда очень эмоциональным. У автора свое видение относительно многих краеведческих вопросов, но тема интереснее. Всегда можно и нужно в вопросах истории и трактовке тех или иных фактов прибегать к полемике. Поэтому и с этой точки зрения, с точки зрения господина Городрова, я думаю, многим будет интересно ознакомиться. А также вашему вниманию хотелось бы предложить такую интересную книгу, как «Памятники природы Тульской области». Почему я остановил на ней свой выбор? Во-первых, шикарные издания с большим количеством интересных и красивых фотографий. Дело в том, что изо всех известных нам ограничений, скорее всего, этим летом, в период отпусков, вряд ли мы с вами окажемся где-то за пределами родины. А вот как раз-таки это поможет нам с вами, книжка, понять, что у нас множество красот и интересных мест. Как, например, тот же самый Велегорский заповедник. Ну и, кстати сказать, книжка эта начинается с хорошо известного нам с вами всем Олега Симбора. Так что и она с вами есть. Интересная статья. Книжка очень красочная. Издание просто глаз не оторвать. Приятное во всех отношениях. Так что, пожалуйста, если вдруг вы захотите отдохнуть в Тульской области, этот внушительный фолиант очень вам пригодится. Ну и вернемся в родные пенаты Валексин. Как я уже говорил, Сергей Бодров имеет свою точку зрения на многие вопросы истории. И я хотел бы вам прочитать небольшой очерк Сильды Первой Петровской школы. Католический костел, Старая почта. Многие петровщане не раз слышали эти названия. Таинственные, загадочные. А это одно и то же здание. Точнее, бревенчатый домик в самом конце теперешней улицы Металлистов. 1915 год. Сентябрь. Идет Первая мировая война. Из-под Риги в крохотное сельцо Петровского эвакуирована артиллерическая мастерская. Большинство его персонала составляли католики. Выходцы из Латвии, Литвы, Эстонии. Один из бревенчатых домишек в конце теперешней улицы Металлистов они переоборудовали в католический костел. Правда, пришлось переделать крышу. Она стала необычной, вычурной, высокой-превысокой. Ибо под ней разместилась колокольня и кладовка для богослужебной утвари. Как бы второй этаж. А сверху эту крышу увенчал деревянный крест, простенький, из двух перекладин. При костеле сразу же стала работать теркованная приходская школа трехлетка, где преподавала учительница латышка, изъявшаяся с сильным прибалтийским акцентом. Но дело свое она знала отменно, знания давала хорошие. У нее занималось два десятка офицерских детей. Так, в древнем сельсии Петровской появилось первое учебное заведение, куда стекалась местная ребятня. С шумом и гамом, с разговорами на непонятных языках. После Октябрьской революции персонал артиллерийской мастерской стал разъезжаться. Вскоре закрылся и костел, а с ним и школа трехлетка. О ней сегодня мало кто помнит, но она все-таки была. И посеялось в сознании петровчан очень доброе семя, страстную тягу к знаниям, отчего сразу же звучали голоса «хотим школу свою, русскую». Эту инициативу горячо поддержал заводской профсоюзный комитет. О помещении речь не шла, ибо вполне гладилось и старое, пустовавший костел. Там сделали небольшой ремонт, а заодно изменили внешний вид здания, сняв с крыши крест и удовлетворили входа красный флаг. Шли годы, школу перевели в другое здание, а в бывшем католическом костеле обосновалась местная почта. Весьма интересный очерк. И, если честно, когда я знакомился с этими небольшими брошюрками, книжками, задался такой идеей познакомиться с автором лично. Я приложу к этому все усилия, так что, если вдруг кто-то из знакомых Сергея Бодрова это смотрит, пожалуйста, передайте ему, что мы тоже будем рады видеть его в библиотеке. Как и всех вас, дорогие читатели, благодарю вас за внимание и всего доброго, и берегите себя.